Прынёманские ветераны войны протягиваются примать венчавание с надыходящим знаковым святом Днём Перамоги. Гэтым разом, щирые подяки за героизм и боевые заслуги, примал офицер с 30-годовой карьеры и человек с непохисным аутаритетом сяроты некольких поколений угрозенцев Владимир Колесников. Пожадания доугалетия, здоровья и бадёрысти адрасовались поважанному фронтовику от представников улады, громадских объединений, молодых и военных. Святошное мероприемство было зладжено по месту жихарства у Владимира Колесникова у дворы дома по проспекте космонавтов у Гродни. Под гуки оркестра присутный Виталий Шановного ветерана, уладальником многих фронтовых узнагород. И он пройшёл дорогами Великой Чинной войны и усими силами наближал свято Великой Перамоги. Четыре года мы шли к этому празднику. Много жизней отдали за это. 27 миллионов всего погибло у нас людей. И 11 миллионов солдат и офицеров отдали жизнь. Поэтому этот день надо помнить всем и всегда. До слова у всё мероприемство Владимир Колесников правил на ногах, ни на хвилину не присевший. У своей 95, отснадшую поважанных родинец, трымать форму, ему допомогают фронтовая захартовка и офицерская выправка. У мирный послевоенный час у Владимира Колесникова связал лёс с армией. Службе у инженерных войсках отдал некольки десятков год. Сегодня для молодых коллег, солдат, офицеров и усих же Харообластного центра у Владимир Колесников непохисный ауторитет, мудрый дарадшик и приклад житёвого оптимизма. Я сегодня получил ощущение гордости, стоя рядом с Владимиром Фёдоровичем, потому что это действительно личность, которая принесла свободу, суверенитет и независимость в нашей стране. Ведь мы помним ту историю, которая случилась на нашей земле. Это 9200 деревень сожжённых, это подвиг белорусского советского народа в добывании победы. Поэтому такие люди, которые сегодня в нашем строю, мы должны гордиться. На примере таких людей должны воспитывать нашу молодёжь, наше подрастающее поколение.